Ну что, мы продолжаем, продолжаем решать задачки. У меня что-то пошло не так со звуком и в общем начало решения, вы сразу видите на доске, я все объясню. Лень присуща взрослым тоже, не хочется заново писать. Так, баржа в 10.00 вышла из пункта А в пункт Б, расположенные между собой 15 километрах. То есть, смотрите, это задачка про течение по реке и течение против, по течению против течения, именно так я назвала мои строчки. Эта задачка на скорость, время, расстояние, именно так я назвала мои столбики. И расстояние она проплыла по течению 15 и против течения 15, ну потому что пункты А и Б друг от друга уплыть не могут. Если она выехала в А, проехала в Б, проехала 15 километров, то при возвращении обратно она тоже проедет 15. Пункт А никуда не уплывет. Пробыв в пункте Б, 1 час 20 минут, баржа отправилась назад и вернулась в пункт А в 16.00 того же дня. Найдите скорость течения реки, если известно, что собственная скорость баржи 7. Собственная скорость баржи 7, это значит, мы можем решить вопрос со скоростью. Что значит скорость по течению? Это значит, скорость того, что плывет, скорость теплохода плюс скорость течения. Скорость против течения, это скорость теплохода минус скорость течения. Опять же, мы не можем взять х с потолка, Пишем, пусть х – это так. Опять я забыла единицу измерения. Км в час – это скорость течения. Минимально описываем табличку. То есть, что мы пишем? Следовательно, скорость по течению – это 7 плюс х км в час. То есть, скорость против – это 7 минус х км в час. Ну и также можно описать время. В принципе, время описывать необязательно. Так, что еще необходимо? Фрац и составим уравнение. Но единственное, здесь необходимо понимать, не сюжет, а как-то сказать, что происходит в задаче. Она сначала проплыла туда, потом она стояла там, потом она плыла обратно. И мы можем посчитать все время, которое она была в пути. В принципе, давайте это сделаем до составления уравнения. Посмотрите, в 10 часов она вышла, а в 16 она уже прибыла на место. То есть, 16 минус 10. Получается, 6 часов. Часов. Была в пути. Была в пути. Проблема в том, что еще у нас все должно быть в часах, а время, которое она стояла в пункте B, нам сказано 1 час 20 минут. Поэтому давайте 1 час 20 минут переведем в часы. 1 час 20 минут – это сколько минут? Это 60 плюс 20 – это 80 минут. И чтобы перевести в часы, делим на 60. Всегда при переводе минуты часы делим на 60. Ну и получается 8 шестых. Еще можно сократить на 2,4 часа. А теперь уже можно составлять уравнение. Получается, она плыла туда, плюс стояла, плюс плыла обратно, равно 6. То есть, так, это 25, да? 15, 7 плюс х, плюс, что там, 4 третьих, плюс 15, 7 минус х, равно 6. Так, общий и общий знаменатель. Домножаем. Это будет 3, 7 минус х и 7 плюс х. Сразу же, как только мы домножаем на общий знаменатель, мы рядышком пишем х не равен 7, х не равен минус 7 и х больше нуля, потому что мы ищем скорость, время, расстояние, а они в любом случае больше нуля. Пум-пум-пум. Так, давайте я 4 третьих перенесу туда. То есть, будет 15, 7 плюс х, плюс 15, 7 минус х, равно 6 минус 4 третьих. Это что у нас будет? Так писать нельзя, но я в ускоренном движении так все посчитаю. Это будет 5 целых. Нет. Давайте лучше через общий знаменатель, 6 и 3. 18 минус 4, это вот 14 третьих. Вот. То есть, 15, 7 плюс х, плюс 15, 7 минус х, равно 14 третьих. У меня, конечно, все не так, но да ладно. Так, домножаем на общий знаменатель. Так, что здесь будет? То есть, мы 15 должны умножить на 3 и на 7 минус х. Так, следующую 15. Тоже умножаем на 3 и на 7 плюс х. И 14 умножаем. Я сразу сверну по формуле. Это будет 49 минус х квадрат. Так, кому интересно, что за формула? У нас что с вами написано? 7 минус х, 7 плюс х. Почему я свернула 49 минус х квадрат? Потому что у нас есть формула. А квадрат минус b квадрат равно а минус b, а плюс b. Как работаем с этой формулой? Это разность квадратов называется. Мы ищем скобочку с минусом и просто тупо каждое число возводим в квадрат. Мы нашли скобочку с минусом и каждое число возвели в квадрат. 7 в квадрате 49, х квадрат – это х квадрат. Чтобы не умножать на каждую скобку заново, так гораздо удобнее. Так, ну что, теперь, может быть, на что-то можно поделить? Похоже, что нет. Похоже, что нет. Ну, ладно. Так, 15 на 3 – это 45. Получается, 45 умножить на 7 минус 45 умножить на х. плюс 45 умножить на 7 плюс 45 умножить на х. Равно 14 умножить на 49 минус 14х квадрат. Так, здорово. У нас с вами что здесь уничтожается? 45х. Значит, нам будет гораздо легче. Так, может быть, на что-то… Ага, можно все поделить на 7. Давайте все поделим на 7. Тогда это будет 45 плюс 45 равно 2 умножить на 49 минус 2х квадрат. А на 2 можно поделить? Такое чувство, что я что-то где-то потеряла. Давайте 45 плюс 45 сложим. Это будет 90 равно 2 умножить на 49 минус 2х квадрат. Делим еще все на 2. Получаем 45 равно 49 минус х квадрат. Так. Ну, переносим так, чтобы все было положительно. То есть х квадрат равно 49 минус 45. Тогда х квадрат равен 4. Х равен плюс минус 2. Минус 2 не подходит. Не подходит, так как скорость больше нуля. Тогда 2 км в час – это скорость течения. Ответ – 2 км в час. Ну что, обращаем внимание. Ответ пишем вместе с единицами измерения. Когда мы пишем, что что-то не подходит, всегда объясняем, почему. Просто не подходит, не прокатит. 0 баллов поставит. Внимательно работаем с общим знаменателем. Как только мы на него доумножаем, сразу же пишем условия. Это что-то типа ОДЗ. Только это безопасное ОДЗ. Мы не пишем, что это ОДЗ, но условия мы должны написать. Ну и все, в принципе, ничего особенного здесь нет. При работе со скоростью хочется сказать, что сначала пишите скорость теплохода, только потом скорость течения реки, потому что мы привыкаем. Очень часто нужно найти скорость теплохода. Мы привыкли х плюс 7, х минус 7. Если вы так напишите, то не получится ничего из-за вот этой строчки. Ну все, у вас все получится. Задачка легкая. Экзамен вы тоже сдадите. Хотите со мной заниматься? Ссылочка на WhatsApp в описании. Пишите. Все обсудим. Назначим даты. Первое занятие бесплатно. И благодарю, что вы досмотрели до конца. Лайки, репосты. Всем спасибо.